всем привет всем здрасте дорогие друзья с вами кисели в этом видео мы с вами будем разговаривать касательно того что вы просили контент в элитке без инженеров да будет довольно сложно это воспринимать людям которые имеют инженеров на всем включая корабли и пушки но все же контент больше ориентирован для новичков а таковые имеются в данной игре обо всем подробнее далее с вас как всегда лайк подписочка колокольчик а с меня контент если хотите поддержать меня и контент который выходит на канале то в описании под видео все возможные ссылочки пусти и донетики а вот теперь поехали и прежде чем мы продолжим дорогие мои если вы новичок и вам будет тяжело понимать то что я говорю касательно основного оборудования дополнительного оборудования внешнего оборудования одноименные видосы в описании под видео будут иметься так же как и танк броней и танк щитом когда вы столкнетесь с тем то что будет теперь убирать себе корабль под какую-либо задачу вы обнаружите то что вы не можете купить федеральный корвет и имперский катар потому что у вас не будет ранга империи либо федерации для этого дела в описании под видео будут также ссылочки для прокачки ранга но все же рекомендую в начале этим не заниматься а попробовать другие корабли которые представлены у нас в игре тот же самый корвет конечно выглядит монструозно в пве хорош но в плане пвп такое себе катар конечно в ней всяких похвал идеальный универсал но не может нормально исследовать в боевке в торговле просто великолепен но обычная анаконда она покроет все ваши задачи конечно хуже чем некоторые другие корабли но она это сделает даже без инженеров но про пвп без инженеров сразу говорю забудьте и давайте-ка обсудим вначале торговлю как будут обстоять ваши дела именно вот с этим контентом торговать вы можете начать хоть на сайт виндари хоть на одари ну давайте для начала он хотя бы чтобы было более наглядно возьмем type 6 он стоит не так уж то и дорого 1 миллион пустой и стоить в итоговом варианте в плане сборки под торговлю он будет конечно же еще меньше давайте этим делом сейчас займемся показываю все на кариолис это очень удобный сайт который позволяет вам собирать корабли и различные сборки и давайте смотреть что у нас получается 104 тонны груза эта штука может на себе вести при условии то что грубо говоря у вас будет 30 тысяч тонны это 3 миллиона 3 миллиона с одной лодки в принципе неплохо тут настроить точную оборону можно кстати поставить теплоотводную катапульту если хотите если будете заниматься продажей на черном рынке ну понятно грузовой стеллажа раз-два-три-четыре щитогенератор д еще два стеллажа и улучшенный стыковочный компьютер далее скорость 367 метров в секунду можно поставить больше заменив движки 4d на 4 а будет 406 но тогда будет меньше прыжок а что у нас прыжком давайте смотреть пустой он прыгает 29 и 8 груженный полностью 19 и 4 довольно много но всего мы можем пролететь пустые без груза 170 лет а забитые 111 и нам может не хватить топлива поэтому на всякий случай поставьте топливозаборник хотя бы 2 а вместо одного грузового стеллажа второго размера так будет реально проще если что просто встаньте у звезды заправитесь по деньгам такой fit стоит три миллиона четыреста тысяч то есть грубо говоря за один заход он себя полностью окупит если хотите сделать прыжок больше без участия инженеров то есть еще некоторые моменты когда он наскучит type 6 не рекомендую пересаживаться в тот же самый киллбэк вам она вообще не надо тот же самый type 6 но меньше возит на имеет истребитель на нафиг он вам нужен присмотритесь не знаю кто я по 7 либо на крайняк к и тону но как бы есть еще и корабль такой как type 9 который стоит чуть-чуть дороже но не может садиться на вам посты и стоить будет в итоговом фите под торговлю не так уж то в принципе и много относительно скажем того же самого имперского катера как бы тут ощутимо больше тем более для новичков и почему так долго прогружаются картинки я не знаю и еще один важный момент касательно наверное вообще абсолютно всех активности в данной игре когда вы заходите в open будьте готовы к тому то что вы можете потерять свой корабль и рекомендую его подготавливать должным образом видос есть на канале касательно данной темы и как уходить от перехвата игрока и прочее 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 но вы еще можете увеличить прыжок вашего корабля не прибегая к инженерам я расскажу вам нужно будет немножечко так сказать подготовиться к данному моменту слетать к стражу потому что нам нужен техно брокер стражей и там вы можете открыть такую штучку как ускоритель fsd стражи которые увеличивают прыжок вашего корабля и они конечно же есть разного размера 5 увеличивается прыжок на десять с половиной лет четвертого на девять целых двадцать пять десятых больше третьего на 775 больше второго на шесть лет больше и первого на четыре года больше ну и поскольку я затронул такую тему как усилители fsd стражи переходим к такому контенту как исследование diamond back explorer я на этом корабле очень много отлетал прям очень много что у нас тут получается в данной сборке где 4 топливозаборник а-класса блок апрки третьего размера третий щиты генератор гараж планетарного транспорта и подробно сканер поверхности плюс еще точечная оборона кстати стоит не просто так потому что когда мы летим фармить стражей там вылезают часовые стражи летающие такие так сказать их дроны которые будут третически вас закидывать ракеты когда вы будете на трп на машинке и данные тролли точечной обороны даже когда вы на машинке будут сбивать данные ракеты что очень удобно также здесь 2 силовая 4d маневровые форса штате 337 также 5 а fsd обычно 3d steam жизнеобеспечения распределитель 3d и сенсоры 3d прыгает он пустой 37 лет и может пролететь на одной заправке 258 лет в принципе в принципе неплохо но если мы поставим сюда усилитель fsd от стражей будет она конечно же лучше будет она то что не хватает силовой такое тоже бывает 46 лет и на одной заправке он пролетит уже больше триста двадцать один год так что думаете хотите вы или не хотите но есть еще один момент касательно исследования и касательно того что вам не понадобятся инженеры у корабля край фантом as explorer diamond back explorer одинаковый fsd 5 размера и мы можем купить уже готовый за инженерины fsd также как с этих на брокерами стражей ищем тех на брокера человеческих технологий и открываем выглядеть будет следующим образом данный модуль поставляется в заводской комплектации изменения недоступна изменения доступна вы можете поставить экспериментальный эффект ну гайку вы поменять не сможете и он дает такой довольно ощутимый boost давайте-ка в объем его данные на кариолиз оптимизированная масса у нас здесь 1856 если что экспериментальный эффект вы можете поставить у самых первых инженеров эльвира марту к филист форсир я сюда зашел и поставил в разделе модификации определенное значение 1856 которая собственно у нас было так почему-то 1855 . 98 но не суть и корабль в том же фите который мы рассматривали ранее прыгает уже 73 года и на одной заправке может пролететь уже 510 световых лет нет конечно если вы берете фсд стражи четвертого размера прыжок уменьшится но все равно это много и это без инженеров ну и как бы есть еще различные махинации как сделать прыжок больше можете просто поставить топливный бак меньше хопа уже 76 но прилетите вы уже 277 лет также можно еще будет облегчить модули но подробные видосы касательно максимального прыжка и прочих улучшений кораблей есть на канале аналогии как с fsd 5 размера v1 вы можете себе у техно брокера человеческих технологий открыть улучшенный сканер поверхности если все же у вас лежит душа к майнингу этим можно заниматься но его понерфили шанс появления ядер и стоимость и ядер и собственно цену на паяниду на понятие все еще можно фармить но нужен для этого будет как-никак большой корабль чтобы быстро вырабатывать камень чтобы быстро собирать все эти кусочки с помощью дронов рассмотрим примерный фитец без инженеров на примере тайпа 6 в пустом мы можем прыгать двадцать семь с половиной лет груженные почти 20 лет и как бы груза у нас 80 тонн у нас тут контроллер дрона сборщика 3а 3 4 генератор устройства переработки контроллер дрона геолога разведчика подробный сканер поверхности потому что вам нужно будет еще сканировать сами кольца теплотводная катапульта на всякий случай точная оборона всякий случай анализатор импульсных волн здесь под вопросом потому что ядра вы собственно искать не будете а будете просто сканировать с помощью дрона подробные гайды касательно торговли майнинга и прочих вещей я надеюсь тоже будут в описании не забуду кинуть ну и основное оборудование 3 а силовая 4d маневровые fsd 4 а ну система жизнеобеспечения 2d распределитель 3d и сенсоры 2d копать на этом можно но прибыль будет грустная все же лучше для этого дела брать тот же самый не знаю питон type 9 анаконду либо катар но type 6 с этим тоже справляется и стоит он не так уж то и дорого 48 миллиона почти совсем разобрались теперь давайте поговорим касательно боевки потому что тут могут быть серьезные проблемы плане начальных боевых кораблей друзья можно конечно летать и на кобре и на вайпер можно вообще взять даймонд back explorer и сделать его на 2 поточке с корпусом у него как бы 1 3 слота два вторых но все это будет не так чтобы прямо хорошо особенно если я вам это буду показывать потому что чем выше боевой ранг тем сильнее противники и я бы вам рекомендовал скопить деньжат и взять себе корабль либо чифтейн но еще лучше будет если вы возьмете себе crusader почему а потому что crusader может таскать на себе истребитель и вы можете взять с собой тот самый истребитель скажем на лазерах чтобы быстрее снимать щиты вот это будет очень хорошо но такой fit будет стоить довольно дорого вот его примерный вариант 342 метра в секунду 300 в общем счетов 2000 брони без каких-либо переборок корпуса многостволки импульсирующие лазеры 3 усилители щита разбросывать антипольных отражателей на лучше песок поставил вместо одного усилителя щита еще одну точную оборону чтобы сбивать ракеты потому что когда у вас упадет щит если вас полетит ракета это может очень плачевно закончится для вашего внешнего оборудования и вот такая вот сборка обойдется вам в 69 миллионов 70 и если вы поставите скажем композиты военного класса вы заплатите еще 15 миллионов но корпус у вас будет не 2000 как сейчас а 2 500 как бы 85 миллионов на этом уже можно что-либо делать давайте-ка на этом фите на этом корабле покажу как это дело будет выглядеть но вот к примеру давайте-ка посмотрим ганшик почему бы собственно нет как раз он еще в крыле я тоже буду в крыле со мной будет истребитель волшебный чах у меня не тоже есть все истребитель полетел и закидывал как же без инженеров сложно ребят в это время истребитель по нему работает и тоже мы можем поднакинуть как же без инженеров сложно ребят в том плане то что распределитель скорость маневренность потихонечку разбирается если бы не истребитель у нас были бы очень большие проблемы там еще бьет меня получается ас и еще истребитель с ганшипом теперь то это и а вот и и не ну это кошмар ребят на самом деле построение с тем то что вы вытворяете на инженерах и вот с этим это просто небо и земля а Три минуты бить ганшип, ну это просто что-то с чем-то. Ну а с этим мы разберёмся гораздо быстрее. Если ещё, конечно, подлетим к нему. Истребитель роляет очень сильно, он на себя же ещё и агру перекидывает. А поскольку он маленький, и поскольку это обычный НПС в зоне добычи, кстати, в... Получается, какой? В опасный. То... Нормально. Мы ждём перезарядки многостволок. Вот на таком билде ещё как-то можно. Но как бы... Почти 100 миллионов. А нет, в данном случае 100 миллионов. Цена повторной покупки это 1,20 от стоимости вашего корабля. Ну вот одиночный Клипер. Чаффы пошли. Ну дипольки. Ну и упало 270 тысяч. Фердиландс, давайте-ка посмотрим, что сможем мы противопоставить ему. Надеюсь, боезапаса хватит, корабль, собственно, не начинился, как видите. Продолжение следует. Комартирует машину. ночи ты уже сняли ночи ты уже сняли ночи все 600000 питон у которого иногда простреливает аномальные живучести серии то что корпуса много счетов ну и так далее камушек такое бывает вот ракета прилетела впервые за все это время и как видели мы ее сбиваем турели точной обороны вот этот таран был зря потому что у нас осталось 37 процентов но мы много неписи разбили много таранов там кто-то уже помогает кто это сайдвиндеры господи можно это даже не учитывать разобран 300000 я думаю прежде чем пойдем на анаконду нужно будет наверное починить корабль летаю и ищу поэтому давайте не знаю будет мамба каким-то чудом она здесь появилась вообще это редкий гость таких местах я максимально показываю что вас принципе будет ожидать на таких кораблях поэтому мы так долго задержались на этом моменте но мы будем еще и про тех же торгоидов разговаривать не волнуйтесь и вот касательно того как я сейчас летаю я летаю на фаофе если я не забуду я скину видео про то как нужно настроить управление и как собственно летать на фаофе потому что это гораздо удобнее точнее разобрана наконец-таки просто наконец-таки я нашел эту анаконду и крик и и и и и и и ну как видите она прожимает банку но все равно нормально снимаем и все и мучаем ее многостолками ловим в лицо плазму нормально и в принципе танкуем можно еще тарану чуть-чуть какой же у него грустный распределитель у крусейдера просто ужас разберись ты уже наконец-то 1 миллион с инженерами мои дорогие будет просто гораздо лучше но есть еще одна хитрость которой мы можем воспользоваться касательно силовой установки и касательно распределителя это очень сильно поможет но сейчас у меня этой штуки здесь не стоит сразу говорю то есть как видите силовая обычная ща поясню о чем я нам понадобится техно брокер стражей мы можем открыть и потом собственно поставить себе на любой корабль силовую установку стражей и распределитель питания стражей они лучше конечно же чем обычный без инженеров но за инженерный вариант будет лучше я взял задание и давайте-ка на него слетаем убейте пилота известный пират по идее здесь будет у нас корвет если это будет миссия крыла такая то это будет у нас фердиланс и 2-3 стервятника миссию крыла не рекомендую а вот эту можно попробовать да действительно корвет как видите цель миссии 2 4 плазма и пучковые понятно кидаем дипольку развлекаемся у него тоже есть диполька 1 2 1 2 2 2 3 4 5 6 5 баночка пошла но нам ее сбивать нечего мы без инженеров и как видите он сейчас агрится на истребитель а вот теперь уже на меня здрасте а и Продолжение следует... 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 надеюсь скорости хватит и вот еще его щиты которые как видите потихонечку падают о стар гайды видно йоксель моксель реально видно с торгуида слушать что-то у меня догоняет давайте попробуем сломать траекторию так отстаньте от меня отлетаем отлетаем потихонечку но скорости не хватает не хватает скорости я никогда так не волновался честно может в наглую пойти в лицо ему что так а а Продолжение следует... Боюсь, сейчас движки могут вынести. Так, всё, ракета Тютю торгует далеко. Чилим, отдыхаем. Ну как отдыхаем? Синтез? Если что, с инженерами правильно созданный корабль, степлоотводный, как господи, пучковый лазер с теплоотдачей, вся вот эта красота, там вообще без синтеза можно. Давай быстрее, пожалуйста. Так, щиты у него почти спали, кстати. По мне прошёл урон, всё. Синтез сбился. Снова ждём, тошнотим. Пять километров, слушай, нормально. Отдыхаем, чилим, можно сказать. Главное, чтобы рой мне в задницу не дышал. Ну, в заднюю часть корабля, извините за мои выражения. С василиска он такое не проканает, я думаю. С циклопом проканает. Василиска у нас ещё что? Он, зараза, быстрый. Он летит быстрее, чем обычные. Он летит быстрее и медузы, и быстрее гидры. Слушай, шесть километров, нормально. Нет, рабочая схемка. И ещё, друзья, я не буду вам показывать здесь, как можно инстакилить торгоида. Что это такое? Вы просто берёте, делаете, грубо говоря, пару залпов, и за пару секунд торгоид разваливается весь. Если в соло, это работает с циклопом. Если в команде, это может даже сработать против Василиска. Давай, щиты, падайте, ё-моё. А мои, восстанавливайтесь. Вообще, кстати, фантом очень довольный универсальный корабль. Под многое подходит. Сколько там, 10% я не вижу. 17, 16, 15. ТАГЕСТВЕННЫЙ МЕДУОН ТАГЕСТВЕННЫЙ МЕДУОН ну как бы ждем было чтоб сейчас и меня было по идее не должно быть я на теплоотводе был ой 5 километров все нормально 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 читим отдыхаем не нервничаем 6 километров что-то как-то сильно разогнался ну да ладно но сейчас нагонит этот черт нагонит там осталось получается ему всего лишь снять хп все сердца мы сбили так вот это плохо он летит за мной да он летит за мной побитый обиженный а вон и рой да есть конечно еще анти инопланетная как ее зенитка которая сбивает рой но сюда ее поставить довольно проблематично потому что как бы 4 слота ну давай а может быть там сейчас влетим чё ждать это там 20 процентов осталось да да без инженеров без премиум снарядов это можно делать и да что стоимость корабля 120 миллионов конечно много но как видите это реально может быть даже можно попробовать сделать этот начифф тениум будет подешевле но фантом справился красава фантом то есть фронтиры не ограничивают новых игроков тем то что необходимы инженеры и какие-то там волшебные модули можно без всего этого но лучше конечно прокачать инженеров и прокачать модули за исключением конечно в пвп я бы вам не рекомендовал вообще идти в таких кораблях даже если пальцем в небо тык ним будет какой-то край там к 2 на скажем плазме с рельсами и против него будут обычные край там к 2 без инженеров штуки 4 игроки я думаю за инженерный вариант выиграет и победит их все как-то так торговля исследования майнинг пве бои торгоиды все это мы можем делать и наземные дела тоже потому что что мы можем купить готовые комбинезоны скафандры готовые ручные пушки вплоть до третьего уровня либо самих прокачать в магазине гайд касательно того как искать эти материалы и данные новые тоже есть на канале а у меня на этом все всем спасибо друзья за ваши просмотры лайк остики подписочки все это прекрасное в описании под видео будет ссылочка на плейлист конечно же по и литочки где уже довольно много видосиков со временем будет конечно же больше потому что 14 обновления различные непонятные вещи которые фронтиры будут водить двадцать третьем году слухи про гибридные корабли постройку наземных вас и прочее в общем контента и так много а будет похоже еще больше также будут ссылочки на различные плейлисты по данной игре и серии обзоры кораблей топ кораблей материалы данные торговые стражи и так далее так далее так далее и новый плейлист против всех где мы берем один корабль и тестируем его против всех кораблей в пвп с игроками и там плейлисты на прохождение игр хоррор и головоломки ну и так далее также ссылочки на социальные сети такие как трава где проходят стримы группа в к дискорд сервер и телеграм-канал если хотите поддержать меня и контент который выходит на канале то в описании под видео будет ссылочка на бусте либо обычные привычные донатики но это мои дорогие не обязательно И по желанию А на этом давайте прощаться С вами был Кисель, всем до встречи И пока-пока, увидимся с вами завтра Ну или сегодня на стриме, если он будет До встречи